Я читал об этом. Ты индус? Я атеист. Но из Индии. Да, из Индии. Хорошо. Так, думаешь ли ты, что Вселенная возникла из ничего? Возможно, я не уверен. То есть, возможно, что Вселенная возникла из ничего? Да, да, возможно. Ты веришь, что что-то может появиться из ничего? Ты веришь в магию? Ну, я не думаю, я имею в виду, это звучит больше как магия, чем что-либо ещё. Можешь привести пример? Ну, любое чудо, если взять любую книгу, и любое чудо, которое вы найдёте, это магия. Если существует Создатель, было бы чудо чем-то нелогичным. Извини, если Творец существует? Да, то есть кто-то всезнающий и всемогущий. Ладно, тогда было бы чудо чем-то нелогичным и иррациональным. Это и есть иррационально. Я имею в виду в случае, если существует Творец. Даже если он есть, я не поверю в это, пока не увижу. Что такое Творец? Творец — это кто-то всемогущий. Но пока ты не увидишь его, как ты можешь верить, что он существует? Если ты собираешься сказать, что... Ты видишь свой мозг. Прости, ты видишь свой мозг. Но ты знаешь, что он внутри, верно? У тебя есть мозг. Но ты видел его? Но тебе не нужно его видеть. Но только что ты сказал несколько секунд назад. Ты можешь просканировать его. Несколько секунд назад ты сказал мне. Если ты не видишь, ты не можешь в это поверить, правильно? Ты можешь просканировать, а затем увидеть. Нет проблем. Когда ты сканируешь, кто-то другой будет сканировать. Да. И прежде чем тебе скажут, что он на месте, ты должен верить, что он существует. Но они все еще не правы, те, кто говорят мне, что существует сила, которую вы не видите. Ладно. Ты можешь признать, что твоё утверждение только потому, что мы не видим, значит, мы не можем в это поверить ошибочно. Потому что мы ведь не видим гравитации. И мы не видим звуковые волны, которые исходят из своего телефона. Но мы можем увидеть эффект гравитации. Но также мы можем увидеть эффект Творца. Где? Вселенная. Конечно. Но ты не можешь. Точно так же, как что-то не может появиться изначего. Вселенная для меня является следствием Творца. Но... но есть теория. Я бы сказал, это непоследовательно с твоей стороны. Не совсем. Я имею в виду, я могу сказать тебе, я тот, кто двигает эту Вселенную. Тогда останови её. Точно. Я могу использовать твой аргумент против тебя. Я скажу, ладно, нет проблем, это хорошее утверждение, тогда останови её. Но именно поэтому ты хочешь доказательств, правильно? Прости? Ты хочешь доказательств. Нет, дело не в том, хочу ли я доказательств. Но я говорю о твоём методе, который я считаю непоследовательным. Потому что две минуты назад ты говоришь, пока ты не увидишь, ты не поверишь. Но в то же время ты веришь, что твой мозг существует. Нет, ты прав. Прости? Ты можешь просканировать мозг. И опять же, я сказал тебе, это не значит видеть. Это принятие свидетельства человека. Это принятие показаний кого-то, который показывает тебе изображение чего-то, что по его словам является твоим мозгом. Это не видеть мозг. Ну, не совсем. Ну ладно. В чём разница? Есть большая разница. Скажи мне. Каждый раз, когда ты сканируешь его, он будет выглядеть одинаково, в отличие от того, что ты говоришь, что есть высшая сила. Что ты имеешь в виду каждый раз, когда ты сканируешь твой мозг, он выглядит одинаково? Это неправда с научной точки зрения. Он будет выглядеть одинаково? Нет, абсолютно нет. Конечно нет. В твоём мозгу происходят изменения. Если ты посмотришь МРТ, конечно, там будут изменения. Ты знаешь, что твой мозг буквально меняется. Да, конечно. Так что он не будет выглядеть одинаково. Но это не так же, когда ты говоришь, что там есть какая-то высшая сила, которую ты не можешь увидеть. Нет-нет. Пока что оставь высшую силу. Но сейчас ты согласен, что ты должен принять показания кого-то, кто говорит тебе, что это твой мозг. Потому что ты не можешь просканировать себя. Да, несомненно. Ладно. Тогда это показания. Это не то, что ты видишь твой мозг. Это значит, ты веришь тому, кто просканировал твой мозг. Ну ладно. Хорошо. Так что это то, что мы говорим. Мы очень просты. Мы считаем, что есть много источников знания. Хорошо. И видение, которое является эмпиризмом, как видение осязания и слуха и обоняния, не единственный способ познания истинности или ложности чего-либо. Ну а что кроме этого? Дедукция, индукция, интуитивное знание, свидетельские показания – все это источники знаний. Например, откуда ты знаешь, что твой отец – это твой отец? Ты можешь сделать тест ДНК. Отлично. Человек, который делает тест ДНК, говорит тебе, что он сделал тест ДНК. И что это твой отец? Это и называется свидетельством. Нет, это все еще эмпирическое доказательство. Нет, это называется свидетельскими показаниями. Потому что ты не знаешь, как это работает. Ты можешь провести ДНК-тест 20 раз, и ты все равно получишь то же самое. Как работает тест ДНК? Это связано с геномом. Нет, нет, я спрашиваю, как именно он работает. Что они делают? Хорошо, ты можешь пойти и… Ты должен согласиться со мной. Давай согласимся, что мы не знаем в специфике, как именно это работает. Да, конечно. Отлично. Я не знаю, и поэтому я должен доверять показаниям людей, которые проводят исследования. Это первое. И затем они сообщают мне точные результаты. Это второе. Так что это свидетельство. Ты не видишь свою ДНК. Поэтому откуда ты знаешь, что твой отец – это твой отец? Но все это общепринято во всем мире. В отличие от того, что ты говоришь мне, что общепринято во всем мире, это не то, о чем мы говорим. Мы говорим об источниках знаний. Мы говорим о том, как ты можешь узнать, что твой отец – это твой отец. Из-за теста. Я ведь уже сказал тебе. Это свидетельские показания. Но это общепринято во всем мире. То же самое в Британии и в США. Нет проблем. Все ведь они могут лгать тебе. Возможно ли это рационально? Конечно, возможно. Но тогда все. Это не абсолютно. Потому что ты ведь не видишь это сам. Ну да, но… То, что я говорю тебе, смотри. Ты был в Китае? Я был в Китае. Ты был в Египте? Да. В какой части Египта ты был? Везде. Хорошо. Скажем, ты был на Гавайях? Да, я был. Похоже, ты был во всем мире. Ты был в Ярдании? Нет, я не был. Хорошо. Существует ли страна под названием Ярдания? Да, конечно. Откуда ты знаешь? Ты ведь там не был. Это что, один из тех случайных аргументов? Нет, нет, нет. Я лишь хочу показать тебе, что ты также веришь в свидетельские показания людей, которые пришли оттуда. Они сказали тебе, что существует такая страна, как Ярдания. И ты также веришь в свидетельские показания разных видео из интернета, которые говорят, что они были там. То, что я пытаюсь сказать, что ты принимаешь другие источники знаний. Да. И один из них – это свидетельство. Да. Так что это не проблема, когда у религиозного человека есть разные источники знаний. Конечно. Один из которых является свидетельством. К примеру, принятие кого-то как посланника Бога. В случае религии – это только свидетельство, ничего больше. Какую религию ты имеешь в виду? Любая религия. Это не ислам. Ну, возможно, другие религии. Но также в исламе, правильно? Но ты даже не читал Коран. Ты только что взял его. Откуда ты знаешь, во что верят мусульмане? Я немного знаю. Хорошо. Можешь сказать, какие же есть толпы веры в исламе? Все, что находится в любой религиозной книге, было сказано кем-то. Ты согласен с этим? Нет. Коран – это дословные слова Бога. Это было сказано кем-то. Что ты имеешь в виду? То есть кто-то передал его тебе? Эти слова кто-то сообщил тебе? Кто его написал? Кто-то донес его тебе точно так же, как человек, который провел ДНКТС, передал тебе его результаты правильно? Но это не делает само донесение неверным. Ну, это то, что я говорю. Да, кто-то передал это тебе. Конечно. Это должно быть так. Все основано на чьем-то слове. Но это не один человек. Это еще больше усложняет. Нет. Есть тысячи и миллионы людей, которые передают одно и то же. С разными культурами в разных странах. Не обязательно. К примеру, идея существования Бога. Да. Люди с раздельными культурами в разных странах передают одно и то же. Я привожу тебе пример. Потому что если у тебя есть множество людей, передающих одно и то же, это укрепляет эту идею, а не ослабляет, как ты пытаешься сказать. Если следовать этой логике, в мире есть больше десяти религий. Какая из них правильная? Хорошо. Ты должен изучать Писание, используя разум и логику. Когда я говорю с тобой, я использую разум и логику. Если ты изучал эти Писания? Да, я изучал. Тогда какая из них ты думаешь правильная и почему? Это не то, что я считаю правильным, но то, что я узнал, что это правильно. Это Коран, основываясь на моем изучении других Писаний, как Библии, индуистских Писаний и на основе изучения буддизма и других традиций. Я пришел к выводу. Какое Писание ты прочитал? Я прочитал всю Библию. Я прочитал Талмуд. Я читал Бхак-Гвадгита и Гурунанак. Да, и четыре веды тоже. Хорошо, я знаю. Я ведь не говорил, что я не знаю. Но что ты хочешь этим сказать? Нет, я лишь пытаюсь сказать, например, люди Талмуды говорят, что Бог существует. Но у людей есть разные интерпретации Бога. Что ты можешь сказать на это? Но ведь все они правы в том, что Бог существует. А насчет интерпретации ты смотришь Писание. Какая интерпретация верна? Да, я посмотрю. Да, посмотри в Священное Писание. Нет проблем. Было приятно поговорить с тобой. Увидимся.